15 лауреатов и 3 специальных приза в Самаре вручили престижную премию «Театральная муза». Всего на конкурс был выдвинут 21 спектакль. Главное условие – каждый из них должен быть поставлен на региональной сцене. Заветные статуэтки артисты получили как раз в свой профессиональный праздник – Международный день театра. Это возможность посоревноваться в профессиональном плане, показать, кто в этом году смог интереснее раскрыть какой-то образ. Кто сделал лучшую постановку, для того, чтобы остальные тянулись за лучшими. Учитывая, насколько серьезная конкуренция и насколько ревностно относятся друг к другу представители этой театральной профессии, этой режиссеры, актеры и художники, и здесь дорогого стоит признание коллег, это, по сути дела, дарит крылья любому актеру, любому режиссеру. Конкурс – вещь щекотливая. И, естественно, у какого-то театра год сложился более удачно этот год, у кого-то, может быть, менее удачно. Но каждый надеется, что его работа будет оценена. В общем, это такое очень хорошее смешение разных настроений. Лучшей солисткой оперы признана Ирина Янцева, а лучшим солистом – Андрей Антонов. Из артистов драмы отметили Ольгу Самарцеву из театра «Колесо» и Константина Федосеева из «Дилижанса». Лучшую мужскую роль второго плана сыграл, по мнению жюри, Владимир Гальченко в спектакле «История лошади». За этот же спектакль награду получила и Наталья Ионова в номинации «Лучшая роль молодой актрисы». Лучшим молодым актером стал ее партнер, исполнитель роли холстомера Владимир Морякин. Сразу в двух номинациях отметился актерский состав «Новокубишевской грани». А премьера этого сезона «Король лир» взяла, к тому же, еще два спецприза. Подробный репортаж церемонии вручения главной театральной премии региона смотрите в нашем вечернем выпуске в 19.00.